Крыша беседки опирается на плоские колонны, которые сделаны в виде жалюзи. Знаете, так красиво, что такой корабль получился, что просто эту палубку не хотелось разбирать. Таким вот образом отдыхает человек, который работает в этом офисе. Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сегодня я хочу поделиться с вами, как я в одном из своих интересных ландшафтных проектов строил беседу. Эту беседку разработали мы в нашей креативной группе. Она была разработана вместе с комплексным ландшафтным проектом благоустройства территорий. Мы рассчитывали на то, что небольшая группа людей, примерно 10-12 человек, смогут находиться в этой беседке и любоваться окружающим ландшафтом. Они могут отдохнуть, попить кофе. Сейчас я хочу показать вам, как изначально мы предложили концепцию для клиента и как эта беседка выглядела в концепции. Эта беседка опирается, то есть крыша беседки опирается на плоские колонны, которые сделаны в виде жалюзи. Для того, чтобы с одной стороны проникал свет, приглушенный свет, чтобы был свет не яркий. А с другой стороны, чтобы между этих жалюзей хорошо просматривался пейзаж. И чтобы стены беседки не мешали наслаждаться полной картиной пейзажа. Мы делали видеоролик для заказчика, для того, чтобы он ощутил атмосферу этого парка, этого сада. И в этом же ролике, соответственно, стояла беседка. Хотя, хотя именно в ролике она не была центральным элементом. А вот уже в ландшафте, соответственно, она уже стала центральным элементом. Крыша этой беседки, она прогнутая. Я хотел с помощью крыши подчеркнуть легкость нашего ландшафта. Как будто, чтобы крыша, несмотря на то, что она бетонная, она как будто как перышко парила в воздухе. Соответственно, это дало возможность получить достаточно массивную конструкцию. Но в ландшафте она ощущалась очень легко, просторно, много воздуха. По декору, внутреннему декору беседки, мы использовали лофт. Мы взяли дрова. Так как мы хотели сразу сделать в этой беседке очаг, мы взяли дрова. И между колоннами кое-где мы решили сделать дровницу и складывать дрова между колоннами. Таким образом, у нас не скрабливалось пространство, не стояли отдельные дровницы, не стояли какие-то помещения для дров. И, соответственно, больше места и больше функциональности. На этот объект во время строительства приезжал наш оператор и частично подснимал, как мы ее создавали. То есть мы сначала сделали арматурный каркас и собрали опалубки для того, чтобы залить бетон. Перед этим был устроен фундамент. Фундамент толщина плиты 15 см с двойной вязкой, арматура десятка. Соответственно, под бетонная подготовка 5 см. И уплотненный щебень под бетонной подготовкой, уплотненный щебень 20 см. Протрамбованный. Соответственно, таким образом был создан фундамент. То есть после фундамента были сделаны выпуски арматуры. Арматура была, соответственно, проекту. Сделали разметку и, соответственно, проекту мы создали вот эту опалубку для заливания бетона. Мы разметили фундаментную плиту. Нитка опускается в специальную краску. И когда натягивается нитка, то есть как резиночку эту нитку опускаете, и на фундаментной плите остаются отметки, каким образом нужно эту фундаментную плиту в соответствии с проектом использовать. Здесь вы видите закладные элементы, которые были пропущены в три бетонной конструкции. А это, соответственно, освещение для потолка, электротехнические сети, да, то есть кроме этого там розетки, выключатели, щиток и выключатели для водопада, для водоема, для ландшафтной подсветки, для вечерней подсветки. То есть все, все коммуникации были спрятаны в бетон. Вот сейчас вы видите, как мастера вырезают пенопластовые конструкции, которые тоже заключались в бетонную колонну для того, чтобы потом этот пенопласт вытащить. И на место этого пенопласта поставить электрощиток. То есть таким вот образом, таким образом мы в бусинной колонии заранее сделали закладные для устройства такого щитка. Опалубка, как вы видите, собирается из фанеры. Вот мы использовали для этого фанеру. Саморезы. Видите, сделаны специально подготовленные короба опалубочные. Здесь вы видите, что короба из фанеры, они укреплены ребрами жесткости, для того, чтобы бетон не разорвал конструкцию. Это индивидуальная конструкция. То есть поэтому эта опалубка не многоразовое использование. Индивидуальная конструкция сделана по индивидуальному проекту. Опалубка, видите, она укреплена ребрами жесткости, потому что высота колонны сама по себе достигает трех, даже четырех некоторых колонн, некоторых колонн и четыре метра. Соответственно, давление бетона такое, что внизу фанеру могло просто раздавить. Многослойные сечения. Как же я их делал? Я сейчас эти вспомню. А, я вспомнил, зачем мы делали эти многослойные сечения. Дело в том, что крыша, крыша, она не плоская, она прогнута в виде крыла, в виде перышка. И, соответственно, криволинейность такая, что обычными инструментами нельзя было ее повторить. И для этого, именно для этого, я сделал проект, проект раскладки опор под опалубку крыши. То есть, на фундаменте была размечена сетка, и на каждой сетке стоял номер опоры и высота этой опоры. Получилось, что разновысокие опоры сами по себе сформировали вот этот вот прогиб крыши. И уже следующий этап, когда строители укладывали фанеру, то она уже сразу легла таким криволинейным образом на вот эти опоры. То есть, таким образом была как раз и сформирована верхняя опалубка, вот эта прогнутая опалубка для крыши. Опять-таки, для того, чтобы получить интересный рисунок, тоже в стиле лофт, и для того, чтобы легче было прогибать, опалубка крыши сделана из кусков. Я специально разместил эти куски так, чтобы на них попадал свет. Таким образом, чтобы внутри этой крыши вы не чувствовали прямоугольного пространства, прямоугольной крыши. Внутри крыши вы видите овал. То есть, внутри крыши скрываются вот эти вот уголки крыши, и вы видите овальную конструкцию. Это тоже очень красиво. Эта опалубка была связана с теми колоннами, которые мы залили ранее. Вот, сделаны были борта. И, собственно говоря, на эту опалубку мы после этого залили бетон. Сейчас вы видите, как наши строители просто ходят уже по бетону, который залит был на крыше. Видите, что здесь криволинейная конструкция, криволинейная конфигурация. И специально сделан таким образом сбор воды, чтобы вода стекала, чтобы не было, вы знаете, вот этих большого количества ливнеприемников. Труб, как обычно на обычной крыше, лотков. У меня нет этого всего. То есть у меня просто бетонная крыша, и вода собирается в одной точке. Я вам покажу, как эта вода собирается и стекает по специальной конструкции вниз. Опять-таки не по трубе, а по специальной конструкции. Вот таким образом мы залили крышу. Теперь мы разбираем опалубку, снимаем опалубку. А вот это, смотрите, специально налили воду, для того, чтобы было видно, что вода стекает определенным образом с одной точки. Мы собираем воду в одной точке. И даже стекание этой воды, оно очень такое эстетичное, красивое стекание воды. Для крыши, для самой крыши, да и для колонн мы использовали высокую марку гидротехнического бетона. Интересный момент, видите, где показана сама вот эта крыша. Сама крыша, как она сделана. Вот колонны с опалубками, и как прогибы сделаны, видите, ребра жесткости на опалубке крыши. И это вот сейчас вид беседки целиком получается, да, только на снятие опалубки теперь. Знаете, так красиво, что такой корабль получился, что просто эту опалубку не хотелось разбирать. Просто можно было так и оставить, и правильно привести в порядок ее. А вот здесь еще опалубка не снята, и обратите внимание, как я говорил, что скрыты края, они не видны. И как раз видна вот этот овал крыши. То есть беседка изнутри имеет совершенно другую форму. То есть она не воспринимается так, как с внешней стороны. Со стороны внутреннего дворика мы видим другую картину. То есть у нас получается пирамидальная форма, которая подчеркивает пейзажность, подчеркивает горы. Срез скалы какой-то горы такой вот, да, и она тоже смотрится достаточно интересно. С этой стороны самая высокая колонна, то есть высота колонны достигала 4 слои на метр. Вот провода, видите, то есть они проверены через те закладные, которые мы, как вы видели, закладывали закладные. Вот, и здесь есть провода, которые уже рассчитаны для использования внутреннего освещения. Сад. Хочу обратить внимание, как получился рисунок крыши после съема опалубки. Я заранее спроектировал таким образом, заранее просчитал таким образом, чтобы не надо было делать какой-то дополнительный декор. Вот сейчас видно, как остались срезы досок, и получился такой вот тоже очень-очень красивый рисунок. И фактура самой доски, она отобразилась на бетоне, и мы получили такую вот древесную фактуру. Мы колонны выровняли с помощью финишного раствора, да, и подкрасили такой вот естественный пейзаж. Вот вы видите сейчас готовую беседку. Здесь уже вот таким вот образом отдыхает человек, который, Гюро, работает в этом офисе. И сейчас вы видите, как она выглядит с разных сторон. Вот это место, которое я говорил, как гора. Внутри мы видим овал, сбоку мы видим перышко. С каждой стороны, с каждой стороны, с каждой зоны она выглядит по-другому. Она выглядит по-другому, она выглядит очень интересно. Вот это вход в сад. Видите, мы видим водопад в этом саду. И, собственно говоря, она сочетается с современным зданием, которое у нас с правой стороны. И сразу же мы можем зайти в беседку и отдыхать. Здесь не вся мебель. Сейчас только занесли небольшой столик для отдыха. Здесь будут еще стоять диваны в будущем. Мы отказались от камина чисто из-за дымопожарных соображений. То есть офис находится в городе и понятно, что могло произойти задавление территории. Короче говоря, чисто из-за этих соображений отказались от камина, от кострища. Конечно же, если бы это получилось, допустим, в загородном коттедже, то обязательно нужно было бы сделать камин. И тогда можно было бы этой беседке просто, хотя она и открытая, пользоваться в любое время года. Это было бы очень уютно, комфортно и интересно. Вот этот способ беседки красивого архитектурного сооружения, конечно, вы можете в комментариях сказать, нравится ли вам это архитектурное сооружение. И сказать, действительно, нравится ли оно только мне и моему заказчику. Или нравится моей аудитории, которая смотрит мое видео. Я сделал ее действительно с минимальными ресурсами по производству. Обратите внимание, бетон, бетонная конструкция, это наиболее дешевый вариант изготовления ландшафтной конструкции. И наиболее, кстати, надежный вариант. Опять-таки, смотрите, есть фундамент, на который мы потом облицевали плиткой. Есть колонны бетонные, которые просто штукатурили и покрасили. Есть крыша, которая, с одной стороны, получился рельеф из-за опалубки, с помощью опалубки. А сверху он накрыт мягкой черепицей. То есть, все. Даже сливных труб в этой беседке нет. Дождевых труб, дождеприемников нет. Вода сливается в одной точке. То есть, я сделал все, чтобы это было и красиво, и с минимальными затратами для заказчика. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. Нравится для вас снимать видео. Я горжусь своей работой. Я работаю для своего заказчика. Я работаю для того, чтобы заказчик гордился тем, что мы сделали. Гордился своими парками, своими садами, которые не заказывает он вас. Я жду в ваших комментариях, все ли вам понятно. Используете ли вы эту технологию у себя. Возможно, на своем участке. И что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рад вашим комментариям. С вами был ваш лошадный архитектор Костя Юдин. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok